шалом раха прошлый раз мы говорили о том что молитва без инструкции это как человек который находится допустим он инвалид и ему объясняют что есть возможность получить полное исцеление но для этого нужно прочитать инструкцию и тогда он сможет этим инструкцию как пользоваться каким-то тренажером как пользоваться разными машинами компьютерами которые смогут его вернуть ему всей возможности если человек скажет что ничего я как-то сам разберусь это очень сложные инструкции надо все понять и если он не сможет это сделать как это сказано там он не добьется своей цели то что мы здесь молитва это огромный подарок если я хочу воспользоваться то надо знать нужно понять где и четко этот канал по которому получает человек связь и которым получается это богословение эта инструкция именно находится здесь в словах рафинкаса этой книги и мы сможем настоящим научиться как и пользоваться в молитве получается что если я всегда молюсь также как и молился год назад 2 3 10 то это можно сравнить с тем что если человек учится и он учит тору но он постоянно учит одно и то же и он не продвигается никуда также если человек через десять лет он знает то же самое что он ждал знал до этого тогда он не продвинулся никуда и это показывает насколько неэффективна его учеба то же самое с молитвой молитва это не какой-то ритуал какая-то такая вот мы все стали мы покачались открыли книжку закрыли книжку и пошли дальше молитва это диалог молитва эта связь молитва это должно что-то что расти здесь когда в талмуде говорится про бейт медраж по синагогу то она описывается как бейт годоль это какой-то большой дом величие это возвышается говорится что молитва она именно в этом месте возвышается молитва если честно мы иногда находимся в разных молитвенных домах и штибл таких местах где люди забегают помолиться быстро и бежать дальше это наверное не очень похоже на бейт годоль на на дом там где возвышают молитву его сваляют она становится все выше и выше но нам надо не забывать что именно смысл что молитва постоянно куда-то нас привела выше и дальше в я думаю что с одной стороны мы это инструкция и это инструкция дается нам к нашему молитвеннику к этим словам которые мы обращаемся к творцу шмонесра меда это текст он был составлен анчагнеса сэгдойла это были мудрецы это были пророки которые составили этот текст для нас и иногда можно было подумать что это обидно потому что мы не можем выразиться нашими словами нашими из всей своей души вот найти действительно свой носах свой текст свои выражения мы должны открывать этот молитвенник процедур и говорит то что там сказано но на самом деле это не так это можно сравнить с молодым человеком который у которого его его допустим невеста они молодожены и я не хватает он чувствует что не хватает как комплиментов у него кратаетка что он показал есть свои чувства это часто бывает то у него есть выбор ему он немножко тяжело найти действительно те слова которые он может выразить свои чувства поэтому он может где-то их найти и и скопировать откуда-то найти какие-то цитаты может спросить у кого-то кого-то знакомого на не раз со мной советовались даже что как это точно выразиться когда особенно когда женится и я всегда говорил когда ты это будешь говорить ни в коем случае не говори что вот мне сказали так сказать или потому что к сожалению это было уже и в этом случае если этот человек это молодой человек приходит туда и говорит что вот и он начинает цитировать читать на и так далее то конечно это будет неправильно это будет не так это не воспримется с должным удушевлением и теплота это ни к чему не приведет только наоборот тогда здесь с нами то что у нас есть сидур это сравнится с тем что если на самом деле этот человек пришел и он нашел самое лучшее что можно себе представить самый лучший текст где он может действительно вырезать все свои чувства там заложено все это очень глубоко это очень красиво это сближает это выражает все его мысли все вы все его сердце и здесь от нас зависит мы это скажем когда это мы это подумали обо что мы говорим мы почувствовали это это мы прониклись этому или не мы просто мы просто откроем этот текст просто прочитаем его и пойдем дальше также есть даже если будут самые красивые самые прекрасные слова и на самом деле они действительно в них находится вся глубо глубина всех моих мыслей всех моих чувств но если мы это просто прочитаем тогда это не чему не приведет в он рассказывает что как показать там пример у человека было были проблемы финансовые я начал одалживать от своих друзей и знакомых соседей через некоторое время он уже был должником всех и не приходило минуты час мгновение пока ему не стучались дверь и горину где мои деньги и постоянно ему нужно как это выкручиваться было очень неприятно очень тяжело но был друг который посоветовал ему ты знаешь у меня есть к тебе совет на он видишь то насколько ему тяжело что встреча с когда к тебе кто-то обращается то ты сделай прикиньте что сумасшедший на начинайся прыгать бегать в эти волосы и кричать и люди не любят иметь дело сумасшедший моменте оставить покое и ну он был в таком кризисном ситуации что он был готов на все и не нужно долго ждать стук дверь встречает когда одну кредитора и говорит ну где мы деньги он начинает прыгать бегать кричать визжать тот говорит ой ладно ладно все забудь и уходит и так продолжается несколько дней и потом тишина уже никто его не беспокоит никто не приходит все хорошо что некоторое время все таки кто-то стучит он открывает от его друг и ты знаешь на тоже мне должен деньги я хотел узнать когда ты смогу их отплатить и он начинает прыгать визжать кричать нет как же так ты же мне ты же это же я тебе дал этот совет теперь ты используешь против меня и по-моему дубна магит объяснять что это то что мы делаем с ашемом ашем нам дал подарок что можем забывать вещи если мы не смог не забывали ничего если мы постоянно помнили о всех всех вещах которые с нами произошли это было бы невыносимо и так человек потом мы используем это против творца мы забываем о творце самом и то же самое здесь если мы нам дали такой огромный подарок этот сидур со всеми с его глубиной со всеми этой возможностями как добиться так многого то нельзя пренебрегать этом и и и использовать эти слова просто как текст и как какая-то вещь которую мы просто должны пробормотать идти дальше в получается что это какая-то ступенькой мы с вами постоянно постараемся всегда идти наверх эти выше и выше в этом на это на этой лестнице очень важно быть постоянным на и взять какую-то небольшую небольшую для себя цель и это может быть первая часть молитвы на это может быть сначала благословение или самые слова данные когда говоришь про ухата ашем творец ты источник всего благословения и начать уже привыкать к тому что мы не просто должны сказать эти слова обдумываться что здесь написано успеха